Что-то мне маловато, сейчас, секунду, что-то. Здравствуйте, я, ну, волей у жеребия сегодня оказался последним, и об этом как раз первое стихотворение. Я последний на земле, я майор удачи, я иду вдоль линии электропередачи. Где-то там река Двина, дальше Кругозора, если верить карте на пачке Беломора. И куда ни погляди, нет ориентира. Лишь кислотные дожди бьют косым пунктиром. Да струится по земле вдоль тайгу ломая, Нескончаемая лэп, времени прямая. Спасибо. Следующее стихотворение о трудных жизненных ситуациях и о том, как из них выходить. Открылась истина простая. Когда ты грустный и смурной, Купи себе икру ментая, Чтоб мазать в палец толщиной. Снег за окном лежит не тая, Хрустит, сверкает под луной. И я беру икру ментая И мажу в палец толщиной. Тихо! Она сказала мне, Не та я! Твоей не быть мне женщиной! И я достал икру ментая И мажу в палец толщиной. Кричал ей с пеной у рта я, Что я не псих, Что я иной, Что я купил икры ментая Икру ментая намазать в палец толщиной. Лежу на кухне, Голодая, Хеликобактером больной, Но тут Схватил икру ментая И мажу в палец толщиной. От Ленинграда До Китая Страшнее не сыщешь Паранойей, Чем покупать икру ментая И мазать в палец толщиной. Последнее стихотворение Стихотворение Смотрителя маяка. Все непременно Наверняка Стану Смотрителем Маяка. Знай, Мне Не по боку, Мне По плечу. Вспыхну И кораблям Засвечу Пятнышком звука В кромешном молчании, Спасительным кругом В холодном отчаянии, Точкой оборы Во тьме безнадежности, Точкой отсчета В хаоса безбрежности, Точным лучом Через тусклую муть Буду светить И указывать путь Сквозь океаны, Туманы И мили Не помешают Ни рифы, Ни мели И Никакие Ветра И течения Не превратятся В твои Огорчения. Все потому, что Наверняка Стану Смотрителем Маяка, Чтобы В минуты, Когда все на свете Видится Серым, Ты видела, Светит Светит Маяк Твоему Кораблю. Светит Маяк Твоему Кораблю. Спасибо.